Вот мы поднимаемся к железнодорожной платформе Выжгородская. Видим раскопанные склоны слева от тропы. А вообще когда это построено платформу, не знаешь? Слово, у нас была, согласно слову, еще в 20-х годах там была деревянная часть. Затем, вероятнее всего, в 30-е появилась уже примерно от этого все насек. А может до войны выглядеть совершенно иначе. Мы когда выйдем потом уже на Выжгородскую славу, я тебе покажу с собой фотографию, как мост выглядит. Чуть не навернул. Снимаем панораму. Вот там был Петропавловская площадь, получается. Вот где красно-крышная это здание и скверик возле него. Впереди... Школа, что же известно еще, школа Грушевского. Где школа? Вот с красной крышей, номер 14. Сейчас ее перенесли туда, еще в 80-е. Глуб двориков. А что здесь сейчас? Ага, вот так. Вот. А вот там где вот получается серое огромное здание, да, с множеством окошек. Это территория бывшего завода Кинап. И вот примерно на... Там где вот эта ежедочка, там и находился домик Кузнецова. Какая штучка? Какая штучка? Вот там Екинап, да. Там примерно вот на этой месте находился дом Анатоли Кузнецова, который написал нам в обея. Кстати, буду Петропавловскую площадью. Сейчас вниз так пойдем. Там вот этот домик будет Веднец. Есть у нас там еще один домик дореволюционный. Вот до недавних пор на нем была эта точка Ржава. Ух ты! А была здесь Петропавловская площадь. Ага, я успела ее сфотографировать. И была на Анатоли Канловье. Ну да стоп. Сейчас у него деревья закрывают. Виды шикарные. Раньше вся пьерка, вся кулиневка. Ходила сюда смотреть салюты. Как раз там в центр же сейчас будут виды. Высота приличная. Я смотрю, только уходит. Вот завод Кинап идет, про который я уже говорила. И левее смотри. Идет купола Кирилловской церкви. Чуть вижу церковь, которая на татахе стоит. Угу, вижу. Если даже штабирование дело, то не забыть его потом тянуть обратно. Ну здесь получается, как Кузнецов еще жил на месте этого рынка. Это все был частный сектор. Угу. Вот это? Ну кусочки этого частного сектора мы еще сегодня увидим. У нас оно чуть-чуть сохранилось. Особенно не сохранилось вот на улице Резервной, на которую мы спустимся. Угу. Так как близко находится к железной дороге, и нельзя было рушить и строить высоты. Поэтому там у нас сохранилось. Сейчас у нас застройка старая. Мы еще скажем для зрителей, что железная порога делит пополам местности. Ковреневка справа от нас, Риорка слева. Ну и вот. Один говорит, что дом Кузнецова находился, смотрю, вижу. Внизу синхон написано. Да. Получается, что здесь вот так Баканов, к примеру, там рассказывал, да? А сам сын Кузнецова говорит, что все же дом находился как раз вот на территории этого завода кино. А вон там какой-то старый домик Маячи. Да, есть, есть. А ведь. Папа. Водимы. 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 Водим. Папа. Водимы. Продолжение следует... 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 А что-то там внутри вообще непонятно. Да. Классный дом. Вход в него получается два парадных. Один парадный вход. А, уже закрытый вход. И лестницы идут. Вот лестницы. И с них. Интересно. В принципе, считается, почему мы решили так строить, это экономия до 15% строиматериала. И они экономят на отопление и прочее тоже. Отопление, так тоже все подвержено всем ветрам все. В этом детском саде ходил мой брат. Меня тоже семья относилась к так называемым водникам. Так, ну что, куда идемчики? Предлагаю подняться вверх, посмотреть нашу москитскую церковь в старой могилке. Давай. На раму мы стоим на коллективостке Пышгородской и Москитской. Пошли. Вот, ну, начинается история про этот завод Цепегале. Мы сейчас с тобой идем. Вот местная жительница, она в ЖЖ написала, что вот тоже ее предки жили давно на Прилорке. И я постоянно говорю, о, когда я работаю на Цепегале. Я говорю, ну какие цифры, причем тут калина какая-то? Что за бред вообще? Оказывается, вот, когда занял фуршета. Фуршета. Так, и какого? Да нет, 19-го века. Ага. Класс. Если не ошибаюсь, еще в 97-й помоек. Вот, говорят, что даже было когда-то во фронтончике тоже лепнина старая. Так видишь, ее сбили, но уже нет. Вот. Что такое цепь? Это был такой француз Галь, который просто запатентировал вот такие вот цепи. Это даже не он изобрел, он просто их чуть-чуть усовершенствовал и создал потенции. Вот это вот такие цепи, то есть, которые мы сейчас используем на велосипеде, например, и прочее, прочее. Вот такие вот цепи называются Галь. Их производили, что ли, да? Да, да, да. Затем один из первых заводов, который эвакуировался, как раз из города Киево, был завод в Тюмени. Ага. То есть, залазил на сайт в Тюмени, действительно заводин был. А когда вернулись после войны, то казаки уже не производили, а здесь уже сделали завод фресов, штампов и фор. Причем сейчас, даже если взять и открыть желтую страницу города Киева, до сих пор под этим адресом написан завод фресов, штампов и фор. Но сейчас я так вижу, что все задано в аренду. Вот дальше зайти и все. Я смотрел там чуть раньше, я сохранил проходная, но уже новая какая-то. Ну, в общем, реально они сейчас все делают. Вот стены, вот это все недавно отреконструировали. Но что еще выдает, что это старая постройка, да? Вот смотри, вот дальше. Ворота тоже, да? А. Видишь вот такая вот? Да. Симония, которая была сразу замыщена, из-за этого деревянного стива, в основном есть. Ну, вот здесь, конечно, посмотрите. Видишь? Да. Вот. И о задворках этого здания протекают сразу два отрога речки Куриный Брод. И вот за фуршетом они смыкаются в небольшом озерце и следуют дальше уже в коллекторе. Но мы этого не покажем. Здесь есть старая проходная, вернее, как уже с советских времен проходная завода. Опять же, разруха и запустение, выбиты стекла в двери. Давайте подойдем ближе, посмотрим. Следуем дальше по Мастицкой, поднимаясь. Вот. И там же за трубой вот это вот озерцо, где смыкаются об истоках Курящего Брода. Я думаю, что этого еще не видела, будет чудовищное зрелище. Гора Липинка полностью застроена. Вот. Я видел Липинку только на старых фотографиях в вики-мапе, где она еще не застроенная была. Я на нее ходила, там были у нас казенные сады. Сад сады, вернее. Мы там яблочки нам находили. Ого. Вот. А теперь нам вот здесь вот краны. То есть, там был типа садхоза, да? Да, что-то в этом духе. Получается, там малоэтажная застройка, которая, главное, перетекала вот из сады. Ну и сам холм Липинк, он, конечно, был шикарный, красивый. А вот теперь на нем месте лучше находится. Мы просто выберемся на Кутичок, и там будет больше видно, что как раз холм идет, гора такая. И вот у нас все. Понял. Вот. А мы идем в Покровская церковь для сохранения, как раз, кусочек старого прадбища. Смотри, тут такой холм, пригорок. Храм был еще в 18-м веке, и из дерева назывался Миквис. Затем его разобрали, и снова-таки из дерева построили кран, и называли уже через Святой Покровой, Божией Матерью. Потом меценаты того времени, и сами местные жители потихоньку начали собирать деньги на каменный храм. В 1902 году заложили из камней, в 1906 он уже был готов. И его не сносили, нет? Нет, вот с 1906 года он стоит, мне чем он нравится, это такой псевдорусский стиль, и не закрашен он такой вот белым. То есть видна настоящая кладка. Кладка еще была гигантским, огромным, его разрушили, и на этом месте построили высокие дома. Но кусочек обеща возле самой церквички сохранился, есть старая еще могила. И вот что интересно, сейчас мы поднимемся, домик отреконструировали. Поговариваю, что из старого деревянного храма построили вот тот домик с необычным оформлением окошка. Сейчас я хочу снять панораму церкви. Куда отходит? Так он что, из дерева что ли сделал? Ну говорят, что изначально выпустил из дерева, потом его просто обложили из земли. Я тут все не предполагаю, а мы еще к нему не пошли. Я предлагаю собачку. А вот старые могилы, знаешь, они очень похожи на старообрядческие. Вот как на старообрядческом кладбище. Похоже. Или это дело одна мастерская. Ну словом, очень много могиловцев, они воспитывают как раз вот тактируются с аропалами, перед великолепной войной, но если более ранее, конечно. Они у меня все отфотографированы. Вот что значит краеветка настоящая. Честно, очень похоже на то, что вот как раз стреляли в Вильню. Да, во время великой течественной войны. Говорят, что храм вообще-то вообще не пострадал. Но это очень похоже, правда? Ну явно стреляли и пушки, знаешь, так попало. А вот здесь вот видишь, что идете? Да, да. Вот здесь вот пулевые. Так это что, асовое огребение какое-то или единичное? Да, там написано, что перезахоронили все, кто умер в период великой течественной войны. На всем месте погребено и положено остоятеля. Тут очень много остоятелей. А, он видно в подземном склепе, вероятно. Мне очень нравится. Там вовле, конечно, такая современная магия, но там он был, кстати, как в России. Вот здесь покоятся внуки Лисовские. Вот я когда читала по полу тех самых меценатов, кто бы все вкидывал в храм строительства, вот там федерировать Лисовские. Я так подозреваю, что это они и есть. Леонсон, Елизавета Владимировна, скончалась 1882 года, там на шестьдесят первом году жизни, память ее, господи, царствие твое. Так, и вот тоже Леонсон Виктор Леонтьевич, 1868 год, 26 мая. На двадцать втором году жизни, мир прах вот у нас. Сейчас отсюда еще церковь надо снять. Купола изначально были зеленого цвета, зеленый им бы шел лучше, я сейчас скажу. Сейчас мы пойдем сюда на один такой холм, я, кстати, так и не узнал, он насыпной или… Ты знаешь, на что я посмотрю, на старые кирпичи. Климок. Может это… А, это… Это новые, на них нет. Клим… Ну тут тоже… Козыренко Мартын Васильевич, вот, умер 21.02.1944, а вот Кондратова и Елизавета Яковлевна, дата смерти, 28.01.1944 во время войны. Но уже после освобождения, получается. Вот старенький еще. Время было еще очень слепым. Да. Внутри в камень росписи Жакевич делал, кто-то жил за святышком на курьере. Да, да. Закревский, может быть родственники Закревского. Возможно. Ланцова Елена Васильевна, родилась в 1993-м. И Пихура Анна Евдокимовна, родилась в 1896-м. Умерла. Трагически погибли двое обе. 7-го, 5-го, 1919-го года. Вероятно, мать с дочерью. Так. А вот, да. Вот, более старая. Тоже оба в 43-м погибли. И там еще старая могила какая-то. Посмотрим, что там. Юшко. Ну, и явно вот тут же тоже было кладбище. Мы сейчас с тобой, Петя, поднимемся на холмик. Я тебе покажу, какое оно было огромное кладбище. Кладбище. Вот это холм. Даже сохранились террасы. Но с этим холмиком такая проблема, знаешь, мы вообще на какой-то курганчик пойдем. Да, слушай, действительно. Да, так я спрашиваю, говорю, ну, у кого еще тут видео. Так, и что сейчас... Так, вот там стоит церковь и остатки старого кладбища. На холме тут между пригорками такая лощина и курган с растущим на нем дубом. Примечательно, что на кургане растет дуб. В принципе, это языческих традиций, я знаю. В общем, среди этой плотной застройки, тут действительно сейчас наверх поднимемся, он как уалис такой. А, строится уродище это. Ну, я тебе про это расскажу как раз, да. Там уже что-липинка не застранились. Вот. Муравейник такой строится. Здесь сейчас шикарно будут купола просматриваться и будут как раз тоже на оболоне. Спиралевидные аллеи. Мы поднялись на вершину этого кургана. На нем растут дуб. И, смотри, тут растет более старый дуб. Так это видно древнее языческое кладбище было. Вот. Я как бы не фанаюсь вот этих перегиозных штук, но это просто. Сходит еще одна дорожка. Да, она там идет. И вот там, где массовая стронка, вот там полный, так как бы красивый. На нем уже глазами есть. Вот там были сады эти, да? Да, да. Имею. Вот там, где с самого левого, да, стоит в краю, вот эта секция домов серых, которые строятся. Вот именно там были сады эти аллеи. То есть они прям такие длинные были, да? А сразу же они идут в частную застроечку и там улицы берутся. Сейчас я сниму такую длинную круговую панораму. Все, к сожалению. Вот интересно, вот эта вот круговая конфигурация. Вот действительно, это старая или редали во время разбивки тут сквера? Ну вот на месте вот этих домов это точно была кладбище. Вот здесь вот, это точно я знаю. Так это огромное такое кладбище было получается. То есть оно от церкви вот спускалось? Да, да, получается вот это было кладбище. Снято. Куда идем? Пошли дальше. Покажу тоже один домик, который сохранился у нас со старой алистройки. И жил там никто иной, как хоть и красивец, предмечатый племянник Тарас Шевченко. О! Но время там был даже музей. К сожалению, сейчас его закрыли. Единственное, что осталось. Мы берли табличку. Малыш. Вы можете найти о том, что это стоит время. До новых встреч! Малыш. Берли, whatever в нем нет. Все過cak als 39. Не очень красиво. На сегодня. Мне тоже не очень мешает покрасить. Канада очень очевидна, да? Могилки виднеются, вот здесь точно было кладбище, оказывается мне рассказать, что это дом строился, и вот здесь было огромное количество котиков, черепочков, даже видно, что это часть, видишь, и раз идет, и там она опять обрывается, я сейчас сниму, и раз, вот она довольно ровная, вот она сходит к дому, так что вот тут тоже было кладбище. Музыка Мы переходим как раз в церковь, а там виднеются могилки, они как раз вот так вот на склоне и то и торчат, поэтому то, что здесь было, это без сомнений. Музыка Ну, сейчас идем в сетры домик, где жил Фотник Красицкий, причем многие художники облюбовали эту территорию. За мостом Межакевича, потом Фотник Красицкий, затем, например, на приорке родился и Пимоненко. Да. Потом Иманенко жил на Нижнеюрковской, с эстратами его жила и он там жил. Почти пришли, сейчас будет школа 271, которая, кстати, ошибочная как раз на это висит предпочечка, что она построена к 1500 летию, но он против нее сохранился маленький аккуратненький домик, скоро эта пошла, сейчас мы ее обойдем. Я не знал, что на Приорке столько всего интересного сохранилось. Еще даже приходит вспомнить, как первый дирижант взлетал, маршрут его какой был, из купеческого сада, сада купеческого собрания, сейчас он крещатый, он летел через Куреневку, Приорку и на Выгород. То есть, представляешь, сельский люд, поднимает голову вверх и летит какая-то бесущая. Тут интересные склоны вот такие, вау! Да, вот уже и пришли. Уже там за зеленым заборчиком. А, вот этот домик, да? А, да, точно, видишь, уже застроен. А, да. А, да. Адрес? Брусово. Так. И вот как раз виднеется у нас мемориальная дощечка даже. Вот в этом домике я жил, хоть и Красицкий, в начатах племянных Тараса Шученко. И вот одно время даже, когда-то проживали его потомки, не знаю, жил ли они по сей день здесь, но одно время здесь даже действовал музей, хоть и Красицкого. Насколько я читала, это получается, когда он бежал, он же жил одно время на Андреевском спуске, в так называемом доме, в замоке Женгельное сердце. А Антудова уже переехал сюда к нам на привод. Фоточка даже есть, Красицкого, он зарисовал, ну не фоточка, а картина. Я рисовала. Так. Ну да, ну что, я тебе фото зайчику тебя давать. Куда? Мы спустимся вниз и идем к так называемому парковому местечку. Это место, так, Кристерлогорка. Кристерлогорка. Я покажу один из самых старых дубиков. А в него еще пускают? Я недавно услышал, что... Не пускают. Мы обойдем его рядышком. По пути будут еще два интересных объекта у нас. Потом мы подойдем к дубу, который считается у нас на втором месте, да, после самого старого. Самый старый, там, ему практически 900 лет, якобы насчитывают, это в конче заспы находится. А второй вот здесь у нас на улице Сиповска. Ему от 500 до 700 лет. Ага. Напротив руины, там еще пару дощечек осталось, домик Кристера. Ага. Посмотри. Вот. Попробуем их все. Покажу место, где находился какой-то скреп Кристеров. И, разумеется, он уже разорен. Думай. Примерное место. Дверь. Никуда. Ага. 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 Так. Сейчас надо пройти по спектану. Ага. 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 Ну, нас интересуют вот те домики, которые в третажах. А вот я вижу, вот какие домики. Да. Шикарные домики. Внутри, правда, ужасное условие для проживания. Многие мои одноклассники как раз в этих домиках и жили. Я там бывала. Они действительно не очень. Единственное, что там крайний домик. Вот его отреконструировали. А вот в этих домах вот такие трещины были и, ну, это где-то, эти десятые, да, где-то? Сейчас мы видим, там будет улепнуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот заброшка осталась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, тут стало очень неуютно вот из-за этих зданий. Субтитры сделал DimaTorzok Он стоит тут вечно, вечный павильон. Он стоит еще с 19 века, наверное. Приходим на какую сейчас улицу? А это память как-то называется. Даже ты не знаешь? А, это Макеевска продолжается. Ага. Так, вот эта школа такая, 16-я школа? Женщина такая отравильщица была в 80-е годы, фамилия Иванютина ее была. И она тут работала? Да, она работала и, в принципе, отравила детей. Дети-то сели и умирали. Ну, как казахстер видела она не только детей в этой школе, а также там своих родственников. Это единственное, что это просто одна из немногих женщин, которые расстреляют в Советском Союзе. То есть многих помиловали, там всего, по-моему, три женщины у нас было, которые в Советский год были приговорены к смертной казни, и вот она входит в их числе. То есть довольно такая зловещая школа получается. Да, ну, циклопередач, по-моему, отравленная школа называется «Как-то так», вот это как раз про 16-е, потому что я давно смотрела, думаю, 16-я школа 39-го года. 16-я школа 39-го года, постройки точно такая же, как 103-я школа, точно такая же. Так, вот там в виде кусочек дома Кристора, а мы еще поближе к нему давай. А мы еще у кого выйдем, нам сейчас нужно так, а мы к озеру посмотреть, дуб. Да, идем к озеру, к дубу, потом к домик Кристора. Вот тут озеро, которое было еще при Кристоре. А почему тут в парке так пусто? Никого же не пускают. А, никого не пускают. Рабочий день. Понятно. Я рада живу, да. А для кого вход открыт? Для тех, кто тут живет, кто приходит в гости, надо нам, например, называть квартиру. Даже так. Перезванивают в квартиру, спрашивают, что ли. Да, там пропускают, да, дуб Кристор, о котором одни говорят 500, другие говорят около 700. Да, дуб Стар. Вот знаешь, раньше на лыске, о том, что с зверинцем, там были более толстые дубы, но их сожгли. Да, дуб могучий, да. Он по, сейчас я посчитаю, по какой этаж, по седьмой, восьмой, да. Да, класс. Вот, есть, наверное, табличка даже, ну, не реально, это вот охранный знак, скажем так. Написано, дух Кристора. Ну, конечно, много байки, что я сам Кристор посадил, но это просто анрел, либо Кристор живет лет 160 тому назад. Дубу, как-то побольше. Явно. Не, впечатлялись. Класс, да. Хорошо, что его при строительстве не спилили. Ничего. И прямо напротив, сейчас тоже будут выднятся еще кусочки балок от самого старого домика. А вон там развалины. Да, 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 да. Сейчас снимем. На территории инцепута пищевых технологий находится, потому что, если бы всегда было плотно покопать, то, конечно, раньше, чтобы на забор залазили, сидели, любовались этим красивым балком. На улице Осиповского. Вот, получается, здесь у нас парк Кристора, так называемый, а по этой комнате, там будет настоящий какой-то Кристор, именно там находились и скрепки. Угу. Сейчас туда перейдем. А что вот там за здание какое-то маячит? Вот то. Розовое. Посмотрим, что там у нас. Остатки дома Кристора. И он старый домик какой-то, видишь, вот слева. Немного остановилась, нравится таких местах, где вот брусчатка пробивается. Брусчатка пробивается на зверинце, потом на шырьме. Кристор, да. Классные дворики такие. Обрати внимание, это сфоткало, моя находка. Вижу на дорожа. Да. Да. Видишь, как тут? Да. Вот, ошибочное, конечно, внимание. Но. Вот такие, для него, ну, в общем, крутят. Вот этот домик не очень, да, сейчас мы к нему спустимся. Малые люди есть, которым нравится вот такой. И тебе решила показать. Класс. Смотри, прямо внизу, там как раз будет шарочка ставить. Вот подобная конструкция. Здесь прикольная вещь, деревянная. А. Куши сделали. Подобная вот конструкция с таким мостиком есть. Знаешь, оборот внизу у подворского спуска, и там такой есть домик. Классный домик. Я бы в таком жил. Я бы тоже. В общем, за нить очень много еще аутентичных окон осталось. У меня лучшая степень охвальбы и чему-то, что я бы жил в таком доме. И видишь, реветливо открыт. Не то, что сейчас, знаешь, вот идешь сюда, эти замки. Ну, что здесь, пацану, свои такой гуляют, некому, что-то мне понравится. И вот там как раз уместно эту байку рассказать, да, почему так называется. Когда Екатерина сказала Потемкину, Гриша, кенгрус, посмотрите, красота. Вот, действительно очень красивая. Это, конечно, сказка еще та, но ничего не скажешь. Ну, и та же местность, та же кенгрус, она же дача Кулюженко. Местные почему-то называли дачу Кулюженко. Бабушка моя сама до сих пор говорит, что это не площадь Кулюженко, а это на площадь Кулюженко. Смотрите, теперь назад обрадовался. Здесь нашел веников, внизу более низкие ветряные горы. Там где-то таур идет, оно к парку местечку не относится, здесь совсем другой застройщик. Но тоже находится, считай, там. То есть там где-то парк Кристерлогорка. Ну вот, нам туда обещали. Идем так. Так вот, чтобы увидеть пейзажи, а потом мы пойдем туда. Ты всегда как-то идешь в... Так я знаю, что пейзажи посмотреть. Я к кратчайшим всегда отлетал. Вот, и прямо там где-то на возвышенности стояло некогда и склеп. Склеп тех самых Кристеров. От него ничего не сохранилось. Нет, нифига. Только некоторые столожили, вот примерно указали, что вот прямо на самой возвышенной точке там находился склеп. Маленькие вещи, чтобы выстраивать такими более дровотными домами, но сохранились и старые. А, вот, это Кингрусь, да, я даже узнаю. Она же дача Круженко, у меня есть сходки, где Круженко сходка, вот эти вот, в тылозеро. Можно тоже внести по там славничок Киевведов. Мы это все в детстве называли три озерка, потому что действительно, три такие маленькие столка. Два из них больше на бассейны похожи, потому что они зажаты таким бетонным каркасом. А это вот... Дубы всюду, я смотрю, всюду тут растут дубы. Да, для меня загадка, вот на этом дубе некогда красовалась табличка, назывался Дубугунали. Кто такой Гунали? То ли это вид этих дубов, то ли это какой-то известный там дерево Вет. Я понятия не имею, никто не знает. Может быть местный житель посадил желудь. Может, какой-то Гунали. Вот, действительно красиво, поэтому Петя Кингрыш. Было красиво, если бы не вот эти вот коттеджи. Вот уже переходит плавно в Пущурицу. Субтитры создавал DimaTorzok Пошли на смартфонную порту, там прекрасно, потому что там уже недавно установили, написано в пустародорке, и вот, говорят, как раз у нас была камушка выше подняться, там... Был склеп. Может быть, от него какой-то провал в земле остался. Обычно же погребальная камера под землей, а сверху сооружение. Вот, как склеп Качковских. И, кстати, интересно, там вот... Вот, секунду, что, по-моему... Вот это она есть, конечно, да, видишь, послушается вот так. А, вот. Вот это она, вот. Там институт геронтологии, эндокринологии находится. А, что руба торчит? Это относится вот к институту геронтологии, какое-то там их помещение. Что они сжигают? То ли это как маленькая такая, знаешь, тесс какая-то. Ну, она находится на их территории. Что в чем такое? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот тут еще, смотри, явно как бы от фундамента какого-то или... Тут что-то было раньше Тут все ископано Были, но... Да, Руша, дичка Вот здесь вроде бы как бы... Вроде бы... В принципе, логично Ну знаешь, вот эти рвы, они могли остаться из каких-то... Ревнерусских времен еще Потому что это была тоже стратегическая высота Ага... Если знаешь, есть такие рвы, которые тоже там еще будут именно так сделали, они просто бы с отравки поросли И можно там из-за них уже раскручивать... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok